Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, если вы ещё нет. И я продолжаю за протекторат ковида на последнем уровне сложности покорять далёкую-далёкую планету. Фиг знает, как она называется. Давайте её как-нибудь назовём, кстати, в комментариях ваши предложения по названию этой планеты. Кстати, спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Продолжаем заселять территорию. В общем-то, в планах вот как раз эти морские места заселить. И закончили мы прошлую серию тем, что у нас высадились все наши соперники. Инопланетян я не хочу трогать пока. Так, этот у нас... Куда он у нас плыл? Видимо... Видимо, никуда конкретно. Просто с модулем плывёт вот туда куда-то исследовать территорию. Окей, поплыли. Какое новое задание появилось? А, ну это вот как раз шпионов надо будет сделать. Кстати, может быть и стоит пойти в обработку данных после генетики и построить... Построить шпионское управление, или как там называется. Так, а в проклятиях меньшинства у нас фармацевтическую лабораторию построить. Так, сейчас я подумаю, куда везти этого чувачка. Тут у нас... Клинику построил я, да? Давайте, наверное, торговый склад. Тут больше караванов было. А в Мандире... Моцевтическая лаборатория у нас тут открывается. Два хода. Два хода. Ну, давайте, наверное, рабочего как раз два хода построим. Не помешает. Так, вот этот я решал куда-то в сторону американцев разместить. Вообще, все-таки, наверное, стоит вот сюда куда-то поставить. Потом уже... Блин, тут тоже классно. Но тут, слава богу, у нас нет никаких соперников. А тут я бы вот сюда поставил город. Так, у этого модулей больше нет. Тоже надо постепенно возвращаться, восстанавливать модули. Так, вот поплыву. Сюда. Загляну. А тут у нас солдат плавает. О, еще капсулка. Значит, этот сюда пойдет город ставить? Ну, этим все-таки сюда. Тут, конечно, офигительные места. Потом еще вот сюда надо будет разместить город явно. Но это чуть позже. После рабочего, после фармацевтической лаборатории. Пока в развитии играем. Тут очень слабенькие города, кстати. Тут, если американцы решат на меня напасть, будет очень грустно. Я делаю рабочего, чтобы вот это дно. Варвары рабочих не убивают. Ну, пока они вот такие зеленые. Так-то они, конечно, могут убить. О, дорогу я провел. Дорогу провел. Ну, грибы, наверное, стоит обработать. Или выкупить. Нет, давайте я выкуплю. Выкуплю нефть. Тем более у нас снижена стоимость. Пособность. Протектората ковиты. Нефтяная скважина плюс производство и плюс 4 денег. Правда, будет минус по здоровью. Ну, это логично. С лифтяной скважиной. Подберем. Так, где-то тут у нас была еще капла. Что, далее? Бесплатный спутник. Гелио-приемник. Так, у нас один висит тут. Один висит тут. Значит, тут надо размещать. Ну, давайте... Где он, кстати, у нас? Вот он. Давайте, наверное... Так, друзья, как его разместить? Или это у нас работающий, я выбираю? Ладно, потом я выберу. Фиг с ним. У вас рай уже двое живут. Но я тут все на производство надо, наверное, делать. Хотя, с другой стороны, растет более-менее 7 ходов до роста. А, ну, пока-пока. Можно на производство. Так, я здесь сделал рабочего. Давайте строить... Вспоминаю, я тут взял в направлениях развития, что у нас 25% производства уже построенных в столице зданий. Смотрим, что у нас уже тут построено. Ну, торговый склад. Я бы торговые склады строил, чтобы... Караваны пускать. Вот. Спутник. Так, как нам его запустить-то? Странно, что я его почему-то запустить не могу. У меня почему-то выбирается... Выбирается тот спутник, который уже на орбите находится. Блин. Ладно, пока ничего не делать, нажму. Во! Вот он, спутник, господи. Теперь я могу запустить вот сюда. Это просто дополнительно еще клетки денег добавляются. Капает. Немножко... Энергия. Это энергия, не деньги. Энергия. Правильнее это энергия называть. Так, сейчас я открою генетику. Как раз фармацевтическую лабу могу устроить. Это, во-первых, здоровье добавляют, а во-вторых, квест. Во время войны солдат менять поздно. Убедитесь. Что-то в мандире у нас сразу фармацевтическую делаем. Дальше выбираю шпионскую сеть. Это открыть. Это у нас обработку данных. Нифигасе 19 ходов. А что так долго? Может, давайте сначала термохлинные планетарные исследования, чтобы города двигать можно было. Блин, биохимия тоже прикольная. Тут плюс к производству отводных клеток и плюс к производству от нефти можно сделать. Там у меня нефть... Хм... Не, давайте сначала планетарные исследования. У меня как-то мало науки, потому что 19 ходов сидеть ждать мне не очень по душе. О, 20 культуры дали. Да, у нас, конечно, будет в основном морская... Морские города. О, кстати, вот тут у нас обломки спутника. Надо плыть и слезать. А вот еще руины предтеч. Ну, там, по-моему, инопланетяне на них стояли. Я ничего не путаю. Ну, я думаю, хватит уже этого лечить. Он просто стоял тут, лечился. Давайте отправлю... Исследовать обломки. Так, тут сформируем дно, ведь и плюс одна культура. И тут, наверное, надо сформировать дно плюс одну проезд. Ну, хотя... Тут в мандире вообще обрабатывается. Наверное, я бы... Я бы лучше грибами занялся. Конечно, миазм будет немножко долбать моего рабочего. Но что поделать. О, видите, бразильцу нравится, что у меня энергии много. Мощь моих боевых юнитов нравится Африканскому Союзу. Новая станция появилась. Ставлю город. Вот здесь клетки можно будет только либо покупать, либо перемещать термохлинным рулем. Только тогда будет какое-то развитие. Так, мне тут вот для этого надо экспедицию. Давайте мы, наверное, вниз поедем. Тут отличный город. Видите, сколько тут антигравия? О, где у нас еще экспедицию? Тут опять, видите, инопланетяне сидят. Мне, походу, вниз надо города ставить. Тут я вот в сторону... В сторону американца сейчас вот так город поставлю. Аванпост, точнее. Вообще, вообще, американцам дико не нравится, блин. Боюсь, мы с ними война будет. Я вот забыл, как тут... Тут можно как-то посмотреть силу юнитов, на самом деле. По-моему, по-моему... А, нет. Во, дипломатический обзор. По-моему, как-то есть... Как-то так. Население, города. Соотношение вашей мощи и мощи этой цивилизации. Блин, надо, наверное, все-таки юнитов будет поднастроить. Да и вообще, тут у нее только, вон, один... Одна столица и один, пока, этот. Сейчас я, наверное, в Мандире, пока не поселенца, буду строить следующий. А каких-нибудь юнитов морских? Надо катеров. И пойти с Америкой побоевать, мне кажется. В зародыши, так сказать. Строительство. Что у нас есть тут? Вот канонерка, это стреляющий юнит морской. Подводная лодка тоже стреляющий. Сторожевой катер. Я вот строжевой катер построил. Хотя бы один. На будущее. Еще капсулка. Приятно так... О, еще. Чужую планету исследовать. Там, кстати, уже конец карты, похоже. Вот это вот. Хотя... Не знаю. Хотя выглядит, что может еще и нет. Так, дно сформировал. Теперь тут сформируем дно. Что у нас... Что мы следующее будем? Ну, наверное... Наверное, что-то из знаний. За проведенные экспедиции. Ну, я бы общественные нравы брал, а потом обучение в лаборатории. 25 сотых за каждого жителя. Это прикольно. Так. Тут плантации? Да, плантации. Правда, минус производства, что будет вырублен лес. Капсула с ресурсами. Капсула с ресурсами. В следующем ходу мы тут сейчас капсул как соберем. И в следующем ходу еще и квест выполним на фармацевтической лаборатории. Это продолжится. Дальше у нас решение. Итак. Дальнейшие исследования показали, что зеркальная синестезия является доминантным признаком у наших колонистов. При бесконтрольном распространении она в скором времени появится почти у всего или даже всего населения. Быть зеркальным синестетиком в нашем обществе достаточно выгодно. Мы способны улавливать чужие эмоции. Ну, в общем, либо ускорить мы по гармонии пойдем, либо превратить зеркальных синестетиков в элитных разведчиков-телепатов. Что прикольнее. Вообще движение по вот этим уровням превосходства дает разные бонусы. А только на втором уровне они появятся. Ну, я не знаю. Давайте я буду исходить из такой отыгрыша роли. Пожалуй, мне элитные разведчики-телепаты прикольнее. Так, и теперь надо бюро разведки. Вот как раз у меня аж два квеста закончатся, если я бюро разведки построю. Надо будет его открывать. Постепенно. И вот видите, у меня накапливаются уже очки. Тут гармония 7 из 10, и тут превосходство 7 из 10. Это вот по выполнению этого квеста. Если мы хотим жить на этой планете, то должны изучить ее экосистему. К счастью, мы не забыли наши прошлые ошибки. В общем, мне... Как мои рабочие будут? Либо я плюс один к пище от перерабатывающих комплексов получу. Это здание в городе. Либо мои строители на 10% будут быстрее строить. Давайте лучше ускорим строителей, рабочих. Дальше. В Асрае я построил торговый... Так, сначала надо конвои построить. То же самое в Сайре касается. Конвои строим. А потом фармацевтические... О, плюс один. То у меня добавилось к науке. За счет того, что здоровье есть. Во! И экспедиция. Капсулу возьму и экспедицию пойду делать. Так, тут капсула была. Артефакт. Еее. Еще и 70 энергии. Так, уже два артефакта. Вполне может быть что-то построим. Соберем из них точнее. Так, ну я постепенно иду к городу. Ух ты, сколько тут ресурсов. Иду к городу восстанавливать... Заряды экспедиции. Так, а тут... И еще. Так, ну-ка смотрим, что мы можем собрать из этих артефактов. Ксеномассовую баню. Отлично. Плюс две культуры. И юниты истреляются на 100% после одного хода в городе. Это классное здание. Вы можете это получить только вот благодаря этим артефактам. Каждая планета по-своему ценна. Поэтому так важно... Так. Открыли возможность перемещения по океану. Ну, меня прям заставляет эту обработку данных исследовать. Потому что там может в экологию сходить. Смотрите, вот можно миазму убирать. Ботанический сад. Плюс две пищи. Но правда это в пустыне. Смотрите, лучше ультразвуковой барьер отгоняет инопланетян от городов. Ну, кстати, давайте экологию открою. Ничего так. Это поудобнее будет, чем они там идти... А, я походил. Чем они будут шариться по моим территориям. Так, тут катер строю. Тут строю караванчики. Вы знаете, я, наверное, катером пойду в первую очередь в этот новый Вавилон захвачу. Хотя, слушайте, он стоит в таком месте. Тут не так много ресурсов. Я не думаю, что мне прям мешат. Ладно, не буду трогать. То есть пойду к американцам своими катерами. О. То есть я с африканцем примерно одинаково... Те беру пути развития, что и он. Поэтому ему нравится. Слушайте, а может мне как-то перейти к ним на какой-нибудь новый уровень? Ну, то есть мы пока нейтральные. 5, 1, 9, а тут 7. Вот, смотрите, с этим чуваком я могу предложить сотрудничество. И, кстати, он даже на союз согласится, да. Потому что надо 7, либо 7 уважения, либо 7 страхов. В данном случае у меня 7 есть. Давайте я предложу союз с этим парнем. А какие у меня соглашения заключены? О, как раз с союзником скорость... Теперь, так как мы союзники, то вот эта штука будет быстрее работать. Плюс 50... Раньше она была плюс 30% скорости роста, а теперь плюс 50%. Отлично. Хорошо, а с бразильцем... Ладно, сейчас я попозже сейчас соберу. Еще артефакт, да, блин. Из капсул... Вот тут три вида артефактов. Видите, есть земли, инопланетные и предтечь. Так вот, из капсул только артефакты земли. Потому что это капсулы, которые там упали с кораблей. Вот это вот все. Инопланетные вы можете получить только из гнезд инопланетян. Как-то вот так. Ну, а предтечь, соответственно, из развалин. Если его разобрать, то получу 50 науки. Но нет, не буду разбирать. Так, где он вообще находится, этот чувак? А, вот тут. Да, нормально. Я не думаю, что мы с ним будем какие-то проблемы иметь. И я бы еще, конечно, с бразильцем улучшил отношения. Но, по-моему, мне сейчас не хватает. У нас, видите, 5 из 9. И это как раз хватит для сотру. Хотя 20. Давайте, да, сотрудничество предложим. Почему нет? Так, этот у нас идет модуль экспедиции обновить. Нет, тут уже точно конец карты начинается. Тут уже южный полюс получается. Так, теперь пора нефть обработать. Вот, видите, у бразильца армия у него снижается ко мне уважение, потому что у него размер армии больше, чем у меня. Ну, это не странно, потому что вот этот бразильский, кто там... Как они там называются? Организации южноамериканских государств, они на войну как раз заточены. Поэтому ничего удивительного. И он там явно делает... Скоро сойдет с орбиты, но это не страшно. Так, пошли... Какую-то экспедицию делать. У меня вот эти два города появятся, и мы в серьезное нездоровье свалимся. О, отношения с бразильцем под угрозой. Сейчас я, наверное, катер построю, уже как-то улучшится у меня. О, смотрите, вот это... Вот это фигня. Окновая станция. Вот этот Левиафа... Кракен. Вот этот Кракен может наш город просто практически за один удар убить в начале. Я билю. Ну, 4-9. Так уж и страшно. Так, тут начали экспедицию 4 хода. И тут начали экспедицию 4 хода. А срая растет. А срая растет. Легко достроит. Вот прямо сейчас и достроит. О, сколько энергии. Слушайте, может мне клетки повыкупать? А с другой стороны, тут вроде нечего. Тут вроде тоже. Вот в этих городах сейчас они на воде вырастут. Когда появятся, надо будет выкупать клетки, конечно. Так, давайте в мандире... Пожалуй, продолжу на катера. Надо армию. Пока плавает, разведывает. Я бы попробовал захватить. Вот смотрите, катер этот имеет силу атаки 10. Но... Койот узнал, что он единственный представитель своего вида на новой планете. Его вой разнесся от ущелья и до дальних холмов. Бедняга. Единственный представитель Койота. Вот эти... Совершенства, они еще влияют и на апгрейд юнитов. И вот катер, например, он апается на каком? Уже на первом уровне, я так понимаю. На первом уровне любого совершенства он станет... Более крутым. Да и вообще 10 силы, вот, например, этот аванпост захватывается, да? Так. Запускаем конвой. Две пищи, две науки, если в синий адепт. Но энергия культуры не очень... Ну, давайте, наверное, в эти города, чтобы они просто быстрее выросли. Отсюда сюда отправлю и отсюда в Джавет. А, давайте уже обработку данных, пожалуй. Геофизика. Геотермальный источник классная тоже штука. Нормальное производство дает. Серватория тоже неплохо, но она, правда, на фероксид. То есть, смысл мне пока я про фероксид не прошелся. Давайте обработку данных начну. И здесь... Производство перерабатывающих... Так, что у нас построено здесь? Клиника, лаборатория, фармацевтическая лаборатория. Странно, почему идут в фармацевтическую лабораторию? Не могу... Строить. А, ну потому что я столицу выбрал. Ну, я бы что-нибудь, опять же, на здоровье. Плеточный инкубатор или фармацевтическую лабораторию. Ну и реликвия старой земли. Давайте реликвию старой земли сначала. Там две культуры и два дипломатических капитала. Это тоже круто. Так, тут у нас грибы обработаны? Вроде нет. Вроде нет. Давайте грибы. Ну, блин, тут не проплыть будет. Вот еще экспедиция. Но не факт, что сюда можно добраться. К сожалению. Я вот поэтому и не хочу с ними планетянами портить отношения. Начали, потому что этот кракен приплывет и ата-та-та будет. А, у него падает уважение, потому что я усилил свою армию, представляете? Этот, наоборот, любит, чтобы послабее все были. Так, этот мы отправим в Джавет как раз. И строим тоже реликвию старой земли. О, у него тоже и катер есть. Причем катер уже уровня выше, чем мой. И два планетохода. Да, тут надо заняться, конечно. Давайте я миазм тут уберу пока. Я не знаю, конечно, пойду... Когда вы идете по гармонии, миазм хорошая штука, наоборот. Ну, я не уверен, что я пойду по гармонии, поэтому... Блин, два хода. А сколько тут хитпоинтов осталось? Тридцать, да. Можем пока убрать. Блин, вот тут, конечно, классные места. Так, вот это надо будет вставить. Вообще, надо глянуть, как они там по развитию идут. Какие берут совершенства. Такой рассосался, чтобы не видел я ничего. Так, миазм тут убрали. Решение по заданию. Мусор или сокровище. Препараты, разработанные в нашей фармацевтической лаборатории, помогли значительно улучшить здоровье поселенцев. Однако, уже поступило несколько жалоб на загрязнение окружающей среды. Так, в общем, в итоге, либо мы плюс один к науке от фармацевтических лабораторий, либо плюс к здоровью. Я бы взял к здоровью, на самом деле. То есть, видите, сразу, чтобы в плюс выйти. Наука подождет. Так, ну пока вернусь. Инопланетян не трогаем. Так, что у нас тут с экспедициями? Закончили экспедицию. Получили 80 производства в мандиру. Так, если у нас тут 80 производств, то можем что-то очень быстро построить. Такое крутое. Ну, вот сейчас ксеномассовая баня. Давайте еще катеров пока, я думаю. Просто дополнительно. Так, восстановили модули. И еще здесь. Закончим экспедицию. Заброшенных жителей нашли. В мандире плюс один житель. Отлично. Отлично. О, капсула. Тоже очень хорошо. Так, и у нас следующим ходом, по идее... Нет, два хода. Один у нас. Следующим ходом Сабда уже станет городом. Я, наверное, его сразу отправлю... Вот в эту сторону переместиться. Надо вообще оба титана обработать. Плюс три производства, плюс три производства. Может не перемещаться. У меня как бы энергии дофига. И способность покупать клетки. Нафига мне перемещаться, если я просто могу купить клетки. Более, у меня пока рабочего нет. Наверное, просто тогда этот торговый сделаем. О, еще экспедиция. Культура на 15 повысилась. Следующим ходом... А, наверное, не премиум, кстати. У меня этот городом станет. У меня увеличится. Так, ясно, что аборигены представляют угрозу для развития нашей колонии. Мы не можем оценить, насколько они разумны, но их агрессивность хорошо задокументирована. Теперь нам нужно решить, что с ними делать. Попытается их приручить или истребим? Я бы их приручал. Резервацию инопланетян в количестве двух штук. А резервация инопланетян это что? Это где? Ага, вот тут кто делает? Плюс две культуры. Плюс две... Ну, то есть, типа, как это? Монумент земли. Ну, тут тринадцать ходов. Ну, давайте сначала обработка данных все-таки откроем. Так, я бы держал армию в сторону Америки. А, ну, на дежурство здесь. Я сдую инопланетян. Вот тут можно экспедицию провести. В общем-то, туда я отправлю исследователя. Вот это уже руины предтеч. То есть, тут вот можно, например, артефакт предтеч найти. Опять отправляю на восстановление. И этого на восстановление вот сюда. Тут уже можно пораньше сделать. Так, в Сабде, значит, торговый склад. В Асрае мы реликвию Старой Земли построили. Ну, фромацевтическую лабораторию. Надо восстанавливать здоровье. В Саире тоже реликвию построили. Давайте фромацевтическую лабораторию. И в столице еще один катер. Блин, они по одному ходу. Но это благодаря тому, что мы 80 производства нашли в руинке. Я хотел посмотреть, как они тут развивают. По-моему, опять же, в дипломатическом обзоре. У меня все по нулям. Второй уровень гармонии у южноамериканских государств. Третий уровень праведности у африканцев. А тут все по единице. Ну, у меня есть немного дипломатических очков. Может, вот что у него можно. Каждый запущенный орбитальный юнит повышает стоимость производства будущих на 3%. Так, а в чем тут плюс? Повышает стоимость, наоборот. Ну, а это я не могу. Ведь дорого стоит дипломатического капитала. А у этого парня можно... Производство при создании боевых юнитов... А, производство увеличивается. То есть быстрее на 15%. Будет строиться к энергии. Боевой мощи. Ну, вот это ничего не хочу, на самом деле. На самом деле, классные договоры можно заключать с... С Америкой. Там шпионы очень неплохо работают. Так, вот теперь... А срая пища производства и Саира получит производство. Город Сабда только производства получит. Ну, давайте, наверное, в Сабду. Так... Отправим. Ну, просто надо произвести, чтобы быстрее тут строилось все, пока он растет. Ну, это как-то караваны не так много дают, как привычно нам играм. Хотя вот в шестой циве караваны, в некотором смысле, у них специфика такая, как именно в Бион Торс, а не как в пятой цивилизации. Так, там вот тут на дежурство. Тут у нас зона контроля из-за инопланетян. Ну, тут тоже торговый склад. Ну, торговый склад еще, видите, плюс два капитала дают. Не только караван, но и не торговый капитал, а как он дипломатический капитал. Так, может, хватит уже катеров, думаете, уже что-нибудь. Инкубатор. Давайте рабочего пока еще одного сделаю. Тут, кстати, опасно шлендаться рядом с гнездом, потому что они реально могут напасть. Когда вы рядом с гнездом ходите. Так, вот тут мы выкупим эту клетку. И обрабатываем титан. Титан плюс пять производства. Плюс пять производства. Просто на ровном месте. Ну и в джавет, наверное, отправлю. Как тут фокус на еду сделаю. Да, видите, как я говорил, что отложится на один ход. А как джавет появился. Блин, девять. Девять. Болезни уже. Видите, уже. Так, войну объявила Америка все-таки. Ну, этот удар можно еще вытерпеть. Ну, надо юниты строить. Так, во-первых... Ну, и там, кстати, африканец, как бы, тоже Америке войну объявляет автоматом. Давайте глянем. Да, ведь он в войне. Давайте попробуем... Не хватает мне пока никаких дипломатических наусиления. Так, ну, тут она не должна захватить. Не должна. Ну, я не хочу как-то туда выпираться, потому что у меня все еще слабенькие юниты. Я постою здесь. Дальше. В Асрае я лучше построю стадион-рубеж. Вместо фармацевтической лабы. Тут юниты могут защититься. Это на инопланетян типа стоит. Так, направление развития. Общественные нравы. Так, плюс 10, а станет плюс 12. Нормально. Уже плюс 2. Тут стоим пока. Надеюсь, там африканцы подъедут помочь. Наверное, этого надо на театр военных действий перебрасывать. Тут, вот видите, очень слабенькое. Тут 26 хотя бы, а тут 10. Новые города, если сюда будет американец, американка нападать. Так, тут я хочу сразу титан обработать. Этих всех не трогаем пока, ребят. Ну и в мандире надо следующим какой-нибудь наземный юнит. Планитоход, наверное, тоже. А какой наземный юнит? Первым улучшится солдат. Да, улучшится солдат. Планитоход на третьем уровне. Видите, только улучшается совершенство. Когда давайте солдат. Ну, блин, солдат медленно бегает. У него сила 10, а у планетохода 12. С другой стороны, солдат у меня хоть улучшится. Ладно, солдата поставлю в очередь. Но... Так и знал, что вот это Америка, она везде. Прилетела на другую планету, сразу развязала войну. За нефть. Увидела нефть у меня здесь. Видите, и война началась. О, это он очень хорошо спустился. Сейчас этот планетоход умрет. И тот умрет. Выключение тут. Дипломатический капитал, которым вы располагаете... Да ладно! ...возволяет вам обменять ставшие бесполезными личные умения на другие. Откройте раздел дипломатии. Да мы знаем, спасибо. Так, я хочу с бразильцем... У него там есть на защиту аванпосты нет, не надо. Да не знаю, что фигня какая-то. Ну вот, производство сами боевых юнитов, выведу. Вот это, наверное, да. О, он не хочет принимать. Ладно, что у африканца тогда есть? Открывающие юниты снижены на 20%. Ну давайте. И этот не хочет принимать. Ну ахренели вообще. Ладно, в общем, тут планетоход минус. Видимо тоже планетоход минус. Отлично. Блин, ну вот тут, конечно, меня рабочие воинопланетяне убили. Это вообще некрасиво. Давайте, наверное, дорогу у вас с раю буду строить. Не буду пока выходить. Так встану. Так, походили. Не, ну а с раю вообще не должны взять, по-моему. Я еще этот стадион-рубеж построю. А вот если бразилец к войне присоединится, вот это будет грустно. Блин, она доплыла, но не смогла напасть, не хватило перемещения. Ну вот этому катеру, наверное, тоже. Сейчас наступит. Ну видите, разгром, потому что у него более крутой. Ну мне надо атаковать этот. Вот поэтому я хочу как-то быстрее уровень получить, чтобы вот так же прокачать катеры. Видите, у меня даже четыре катера не может, не могут один катер более-менее вменяемо. Ну, наверное, следующим уходом мы его завалим, конечно. Но если в Америке будут еще катеры, они приплывут, мне тут всю мою армию разнесут нафиг. Так, от торговых складов производства, да, производства, конечно, добавим. Торговые энергии завались. Так, фармацевтическую лабу сделали. Ну что, надо юниты строить. Так, просто прокладываем дорогу вот сюда. Ну вот, меня интересует, сколько катеров сейчас приедет американских. Если это один у нее, то... Так, не, продолжим тут шахту. А, тут уже построено. Достроили шахту, отлично. Шесть производства просто. Сразу шесть производства, вау. Что с катерами? Блин, давайте у тебя больше не будет катеров. Блин, у третьего игрока такой длинный ход, там, наверное, юнитов. Так, Америка. Проатаковал катер. Убил? Да, блин, одним катером убивает. Еще качнул. Да, е-мое. Ну, как мне улучшиться? Это охренеть просто. Как мне уровень получить в какой-нибудь гармонии? Мне надо какой-то квест выполнить. Это охренеть. Какой-то сбора за больно бьет по нему. Видите, просто уничтожают мои катеры, если я так буду действовать. С одного хода. Так, давайте встанем. Тут внутрь. Полечимся. Тут внутрь. Тут вылечу здоровье, и тут надо убирать рабочего. Трындец. 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 Киностан по квестам. Резервацию инопланетян. Ну, а тут все, бюро разведки упирается. На бюро разведки семь ходов. Да. Может, все-таки тут юниты строить? Потому что... Кстати. Я совершенно забыл, что города на море у них бонус к производству морских юнитов. Вот. Я... А где это, кстати, написано? Я вот просто вспомнил, что это есть действительно. Но это где-то должно быть написано. Может, давайте... Тут стреляющую. Хотя бы подводную лодку. Ну-ка, на мерке 16. Сила стрельбы. Тут, мне кажется, морские надо... А, ну-ка, хорошо. Тогда в Мандире надо наземные. Потому что тут нету бонуса к строительству. Ну, нету смысла атаковать. Умрет. Так, восстановили модуль экспедиции. И куда это я тут находил? Вроде... Вот сюда я хоть... А, нет. Сюда я уже отправил. Или нет? Смотрите, где у меня... Раз исследователь, два исследователя, а третий где? Что-то непонятно. Смотрите, военные силы. Вот он. Этот как раз сюда, по-моему... Да, этот сюда и идет. Для этого надо в какое-то другое место отправлять. Вот, например. Ну, я бы, наверное, полечился пока. И вот он быстро уконтропутит. Если он сейчас будет атаковать... Нет, поехала вражать. Видите, я четырьмя? Четырьмя юнитами не смог убить... Один. Его лишь на прокачанной чуть больше. Не, это больно. Не стрелять надо в него сначала. Не, ну, а срая не берет. Сейчас еще будет 46. Это нынешними юнитами тяжело. И вот эти, конечно, инопланетяне... Очень неприятное... Очень неприятное... Дело. О, уехал лечиться. Ну, пока стоим. Значит... У меня проблемы с наукой. Медленно обработка данных открывается, которыми надо открыть для... Квеста... Квеста... Так, тут стоим пока... В защите 38 силы. Дорогу. Подводим. Блин, а почему тут зона контроля от этого инопланетянина? Ладно. Хватит наземных, пока хватит. Давайте что-нибудь... Может, ультразвуковой барьер построить, чтобы они отвалили. То есть, они не будут за границей городов заходить, понимаете? Давайте, наверное, построим ультразвуковой барьер, а потом в других городах. Ну, вот, тут уже... Вот, кстати, видите, исчез в городе государства, просто сюда никто не отправлял никакие караваны. Так, вот этого... Вот сюда можно экспедицию отправить. Надеюсь, там африканец ничего не делает. Сайра выросла на производстве, и Джавет вырос на производство тут. Вон, из-за войны уже обгонять меня начали. Ну, хоть по очкам мы больше этой Америки, хотя бы. Не только два города, на самом деле. По-хорошему мне бы их захватить и успокоиться. Мне кажется, тогда вот эти ребята... Милиция на ванпостах есть возможность заключить. Давайте глянем вообще, что... Ну, они не согласились. Помните? Сайга, лоу! У этого, что плюс три культуры за счет стратегических ресурсов. Ну, то есть, это за счет Титана, того же, например. Просто не хочу. Венгрито! Ну, а ванпосты... Ну, у меня нет а ванпостов. Производство юнитов. Давайте попробуем вот это заключить. Да, он ванпосты. Он так не хочет. Научный метод. Исследователи получают дополнительный модуль экспедиции или... Плюс одно... Давайте дополнительный... Блин. Ну, это... Давайте дополнительный модуль. Вот только вопрос... Он не сразу получает или им надо будет возвращаться еще? Нет, два модуля. Отлично. Это очень хорошо. Катер построили. Давайте... Канонерку еще. Здесь солдата. Клинику, наверное. Клиника и лаборатория есть. Быстро у меня... Науки практически нету. Да, давайте лабораторию. И тут два модуля. Ну, давайте я пока в эту сторону отправлю. Стоим. Боюсь я туда лезть, к этому. К этой американке. Хоть еще надо наблюдать за их развитием. Ну, тут все по единице пока. Это нормально. Так. Ну, что? Ну, я как получу уровень какого-то совершенства, я сразу катерами поеду в сторону Америки. Сейчас вы просто видите. Я вам показывал, какая сила. Инопланетяне, инопланетяне, инопланетяне. Не трогаем. Перерабатывающий комплекс. Ну, кажется, просто лабы надо строить. У меня очень маленькая наука. Окей, клинику. Давайте клинику два входа, там тоже наука есть. Заодно и здоровье. Потому что у меня и... Ну, вот сейчас нехватка здоровья, она тоже влияет. И, ну, правда, на культуру только влияет. Стоим. Тут, конечно, кракен еще опасный. Так, ну, что, куда мне этого... Именно сюда поставим. На резелин. О, видите, уже этому нравятся силы моей армии. Уже начинает улучшаться отношение с Рижинальду де Аленцаром. Рижинальду. Следующим ходом у мандиры уплывут, инопланетяне. Стоим тут. Откроем дорогу. Начинаем экспедицию. Четыре хода. Тут все еще подплываем. Тут обрабатываем с рабочей баржей. Плюс производство. Стоим. 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 Следующим ходом обработка данных. Как раз я, Витя, дострою и начну строить сеть. Не, бюро разведки. Бюро разведки. Трех шпионов дает. Саматар Джамабары. Звездный кодекс — это чудо. Хотя, по-моему, прикольно. Я люблю компьютер. О, первый уровень превосходил. О, все ломалось быстрее, чем мы успевали чинить. Вот сейчас мы будем улучшать юниты. Смотрите. Сначала заходим в сторожевой катер. Мы выбираем 20% против юнитов ближнего боя, либо против дальнобойных и подводных. Я бы против ближнего боя выбрал. А у солдат 15% в атаке, 4 боевые мощи. И быстрее, конечно, в атаке. Отлично. И а то ему сразу все апнулось, и, в общем-то, можно ехать сразу. Это спутник, я его никак не могу юнитом. Блин, там стреляющий сразу, естественно. Там, правда, один он только. И у меня тоже есть стреляющий. Так. Ну, тут миазма опять. Неохота мне через миазму идти солдатом, но мне кажется, все равно надо. Ну, там... Нет, город будет больно стрелять. Не, не, не. Не пойду пока. Так, дальше я хотел... вот это, резервации инопланетян исследовать. Звездный кодекс. Мне интересно, что за чудо? Плюс 5 дипломатического капитала всталь, и орбитальная зона действия для данного города увеличивается на 8. Ну, не, на самом деле, так себе. Это я. Зря. Так, построить бюро разведки. И вот здесь, по-моему, построить бюро разведки, да. Все, видите, отъехали. Инопланетяне... О, не, здесь. Вот здесь отъедут... Блин, еще он еще и грабит мне. Тварь. Отъедут сейчас. В мандире. Давайте реликвию... Дарой земли. Пока. Клинику. Вот сеть классная, конечно, когда есть медь. Ну, это с другой стороны тоже три науки. Шесть кодов строится. Нет, давайте сначала клеточными инкубаторами. Все на здоровье поправить. А здесь я собирался как раз бюро разведки строить. А, идти на клетку, где находится спутник, нельзя встать. Ну, давайте смотреть, какая-то стреляющая. Ну, это просто первого уровня, но она... У нее 16 силы. То есть меня сейчас могут, в принципе, одного резчика убить. Это я зря так может. Вот, видите, сейчас вот аксиома только что... А кого это атакует? Это что, мой юнит там? Это мой юнит, оказывается, там. Блин, вот это я зря туда влез под город. Это я зря. Так. Ну, видите, он тут очень хорошо может стать... Вот так надо оплывать, на самом деле. И аксиома только что сдвинулась. Вот это вот... Как он сдвинулся, то захватило клетки еще. Блин, как-то... Ладно, ну я могу... Канонеркой сейчас посмотри. Так, во-первых, меняем местами. Так. Итак. Обстреливаем. И убиваем. Отлично. Теперь этой канонеркой... Я аксиому вполне канонеркой могу попробовать захватить следующим входом, правда. Но мне надо... Не канонеркой, в смысле, резчиком. Так, вот это я тупанул. Я неправильно его сюда подставил под выстрелы города. Лечиться. Вернем. Так, и вот этот резчик у нас... Блин, слушайте, могут убить все равно. Но я вылечу. Вылечу и сюда подведу. Он еще не уплыл, потому что не было куда встать. Но он уплывает сейчас за пределы. Реликвию старой земли построили. А какой у нас там зад... У нас два надо будет, две резервации инопланетян поставить. Но это еще не скоро. Давайте клинику. Вот все, что не построено в столице, лучше в других городах не начинать строить. Поэтому перерабатывающий комплекс сделаем. Перерабатывающего комплекса в очередь ультразвуковой барьер. Как-то с производством не очень в этом городе. Попробуем вот здесь лесопилку... Организовать. Блин, я не знаю, как вот этот Централ, мне кажется, наверное, моими юнками не берется. Если еще аксиому можно будет взять, хотя сейчас все равно будет больно стреляться, как мне кажется. Инопланетяне стоят на этой фигне. Кстати, кто-то Ксирси атакует. Неужели ты инопланетяне? Так, смотрим. Тут три атаки может сейчас навесчика пройти. Раз атака эта из города. Потом этой фигней. Убили? Блин! О, что-то он запустил. Какой-то спутник, видимо, был запущен. Не, ну слушайте, ну это больно. Просто больно. Мне кажется, надо пока поразвиваться. Ну, я очень много юнитов буду терять. Я как бы посильнее. Так, реликвии старой земли не будут требовать... Не, давайте культуру от реликвий, конечно же, возьмем. У меня их много, сразу плюс семь культуры добавилось. Это ж отлично. Все, видите, в пределах мандиры уже нету. А это, это... Долбанная американка не хочет со мной мир заключить? Ну, видите, я даже больше... Я не прекращу военные действия, пока не станет ясно, кто победит. Вот ты говнина какая. Короче, знаете, я попробую давайте в аксиому с другой стороны подплыть. Потому что атаковать отсюда очень неудобно. Я просто так юниты подставляю. Ну, это как бы изначально я зря полез в эту... Калечимся. Вот я в Джавет встану. Ну, увеличит силу города. Давайте еще тут... Этих резчиков. Блин, шесть ходов уже. Уже, уже долго. Уже долго. Я бы реально с ней мир заключил уже. Ну, то есть, понимаете, мы сейчас можем, ну, тут бороться. Во время исследования руин предтеч, несколько ученых, входивших в состав экспедиции, были сражены одновременно возникшим перед ним видением. Ну, это... Это... Путь к... Обнаружен артефакт. Путь к победе... Сигналам. Некоторые. Во. Бесплатный уровень совершенства. Давайте превосходство возьму. Чтобы на второй уровень идти. Первые пять механизмов на земле. Кого можем? Канане. О, канонерочки улучшаем. У меня их две штуки как раз. Против... Против морских коней. Конечно. Сейчас кто-то попку свою маленькую американскую... Бобо получать по ней будет. У меня тут есть один резчик, так что поеду этим в эту сторону. Так, а что у нее, кстати? У нее пока все первое. То есть у нее канонерки не улучшены. Так, тут я беру обучение в лаборатории. Бонус синергии. Бонус синергии потом можно добить. Мы обнаружили. Мы обнаружили. Окей. В Джаведе клинику построили. Может, где он этот построить для силы? Или все-таки юниты строить? Или все-таки юниты строить? Ну, подводная лодка слабенькая. А вот крейсер уже стал не канонерка, а крейсер у нас. Ну, ладно, давайте резчика здесь сделаем четыре хода. Это мириться ж не хочет. Поголовая. Вот тут ультразвуковой барьер. Я думаю, надо опять это плавает. Мудила. Так, тут у нас это срубить. Не понял. А что никаких? То есть лесопилки не изобрели еще на этой планете, да? Нормальненько. Холмы. Давайте на холмах что-нибудь сделаем. Шахту. Куда отправим этого исследователя? Ну, я бы сюда отправил. Ну, тут, правда, эти гнездо инопланетян. Так, тут тоже все обработали. Это пока мы не можем, потому что ксено-скважины не открыты. Ну, поплыли, починим. Ну, тут всякие, понимаешь, кракены грабят. Спираль Фарадея. Ну, это стреляющий юнит. Это фигня не страшная. Спираль Фарадея, по-моему, тоже такое себе. Так, ладно, я могу на самом деле принять дипломатическим капиталом какое-нибудь умение. 5 к здоровью. Здоровье за каждое... Может, процент культуры за каждое... Направление развития... Вот это интересно. Что выгоднее? Процент... Ну, городский... А, это приобретение участков. Нет, тогда я бы вот это... Направление развития стоит меньше. Очки науки. Боевые юники не хочу. Тайные агенты... Кстати, вот это тоже круто. Тайные агенты работают. Давайте я тайные агенты на самом деле... На самом деле, тайные агенты очень много всего дают тут. Я бы взял тайные агенты именно. Тем более, они сейчас мне скоро появятся. Вот я дострою через три хода. Так, а еще могу одну принять. 120. Могу. Это... Что у нас? Военная, да? Да, военная. Защита города так себе. Дешевле участки стоят не хочу. Производство боевых юнитов. Вот это интересно. Дополнительные очки культуры за уничтожение юнитов. Тоже интересно. Плюс 5% боевой мощи и мощи дальнего боя. Юнитов, сражающихся на вражеской территории. Либо в дружественной зоне орбитального действия. Все, хотя прикольно. Полность к империализму, когда будет склонность к насилию. Блин. Не знаю, мне хочется взять на производство почему-то. Быстрее строилось. Блин, не протокуют ли меня этот... Ну, что ж, и за 5 заплыв в мою границу. Да шо ж такое, как на Краке на шо не работает, что ли? О, что он тут... Там случайно он тоже с Америкой не воюет? Я не воюю. Нет, не воюет. И только Африка воюет. Аккуратно подплываем. Аккуратно подплываем. Аккуратно подплываем. Какие котята симпатичные. Макара. Что-то они там поели, что так выросли. Блин, наверное, надо было туда сразу плыть. А тут я фиг проплыву сейчас. Нет, я постою. Постою, подожду. Ну, и на этой радостной ноте атаки Америки я, пожалуй, закончу эту серию. Я думаю, что в следующую аксиому мы все-таки возьмем. Берется потом мир заключить. Мне так... О, он еще выплыл как раз под удар моих юнитов. Отлично. Продолжение завтра. Спонсоры канала продолжение могут хоть прямо сейчас посмотреть во вкладке сообщества. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, надо дать название этой программе. В комментариях пишите. На этом все. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok